Говорите хорошо. Игнатий Тихонович, с миром. С миром. У меня вопрос о Голубе. Конкретно. Значит, люди нашли на улице Голубя, но и принесли его домой, чтобы он не погиб. У него такая особенность. Он взрослый, ему дают кушать все. У него особенность. Он взлетает, машет крыльями, и потом тут же переворачивается на спину и падает. Вот. Возможно ли исцеление такого? И что это такое значит? Есть такое лекарство, называется ТЧК. Топор, щурка, конец. Понял. Все. Это неизлечимое никак. Не мучай его. Но он не отравленный, ничего. Он может подправляться в пищу или отдать кошкам там, когда обтеребить только надо. Если он падает и заворачивается, это называется вертлящик. Болезнь не лечится. Понятно. Это я увидел, я здесь в монастыре помогаю здесь снег убирать. И вот они прибрали его, и сейчас не знают, что. Ну, я вам сказал, зря не мучайте его. Почти их представил. Аллилуйя. Игнатий Тихонович, мир вам. Ксения Михайлова, слышно? Конечно, слышно. Игнатий Тихонович, мне прям нужна поддержка. Я с ребенком пощусь, ему 8 лет. И у него начала кружиться голова. А я читаю в толковании святых отцов, что пост на себя надо накладывать, но не до такой степени, чтобы свое тело погубить. И он мне жалуется на то, что у него голова постоянно кружится. И я слушаю других людей, разговариваю, что у кого голова кружится, они подходят к батюшкам, и батюшка им какое-то послабление дает. Вот. И мне нужна, ну, нам же нужна здесь поддержка, потому что вот следующий пост великий будет вообще без рыбы. И я увидела, что у меня, я ребенку как идолу служу ради его здоровья. Боюсь, что я погублю постом его здоровья. Вообще, надо мне, мне, в общем, крепко дальше идти с постом ему. Вот что мне делать с этим головокружением его? Я чего-то боюсь. Понимаете, что у нас поста-то настоящего нет. Пост – это полное воздержание. Ни воды, ничего нет. Это здоровый человек. Это пост называется. А у нас только так, меню меняется. Тем более, даже это и то пытаемся еще как-то сгладить. Разрешает там бульончик какой-то, молоко. Это никому не разрешается. Если болен, явно болен. Благословиться можно у священника, и он разрешить может только немного вина. Это как лекарство там, может, грамм 10. И растительное масло. Все. На большее никогда, нигде, никак. Я поняла. Игнатий Тихонович, а как же, вот читаю Житие святых, и они там, один финик он ел в день. Я это когда читаю, то для меня как будто это какие-то странные люди, до которых нам вообще очень далеко, как будто они придуманы просто. Это правда так можно жить, что один финик в день съедать, и ничего не повредит твоему здоровью, да? Постом никто не повредил, если так, в норме, по-хорошему, благословенно. Люди-то в основном сейчас что? Излишний вес и просто ожирение. Это больше половины людей страдает этим. Вот оттуда головокружение. Головокружение, значит, ложишься спать, горизонтально не ложись, вот так вот. Подушки там подложи и все. И сразу объяви пост на пищу, один раз в день на сухарики перейди. Все. Недели через день забудешь окружение головы. А так получается, что голова перетягивает. Смеешься просто. Там о ребенке речь идет. 8 лет ребенку, Игнатий Тихонович. У нас у мамы было 12 детей, 10 живых. И если уже от груди отсадила, со взрослыми содержат все посты. И ни одного ребенка не было больного. Ни одного. Об этом как раз Иоанна Кроштадтская у мать написала, когда врачи посоветовали пост нарушать. Она ему не дала благословения на это. И все, он выздоровел без нарушения. Это мы так думаем, что в пище все нет. В благословении. Я поняла. Спасибо, Христос. И еще второй вопрос, Игнатий Тихонович. Можно про смерть я хочу спросить. Вот когда умирает рожденный свыше человек, вы вообще это видели, такую смерть? У него есть предсмертные агонии? Как написано, что праведник, он не увидит смерти, но перейдет от смерти в жизнь. Вообще у них есть предсмертная агония? И еще такое же, у меня бабушка, когда умерла, она в гробу улыбалась. Это вообще о чем-то говорит? Нигде про это не написано. А когда говорится о смерти в жизнь, это уверование. То есть ты не пойдешь в преисподнюю, а идешь в жизнь вечную. Это не имеет в виду смерть плотская наша. Это совершенно не к месту этот стих взяли. А как он будет, агония, трудная? Это Господь знает. Может, последний подвиг у человека. Как один хвалился, он там воин такой, и всегда у него меч на стене висел рядом. Пусть она придет ко мне без носа, я ей покажу. Но вот заболело одно, второе рука. Когда смерть зашла, он за мечом потянулся, говорит, рука опустила. Говорит, хитро. Ты бы пришла, когда я на коне сидел, я бы тебе отрубил башку-то. Так что мы должны даже из русского фольклора это взять полезное. Вовремя надо согласиться. Я умираю, а как будет, как Бог знает. Главное, чтобы душа была в руке у Господа. Все. А как тяжело, не тяжело? Тяжело, конечно. Эта душа с телом разрушается навсегда. Живищем, в котором она была целые десятки лет, тут нигде по смерти не определяется. А вот он умер, улыбка на лице. Ну и что? Писание об этом не обманывалось ни одним словом. А что муку Господь дает? Да, дает. Одному для исправления, а другому наказание, как и Амос Каменский говорит. У иного мучения начинается уже при жизни. Ну, делать выводы нельзя. Мы не знаем. Мы можем ошибиться на все сто процентов. Все. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Если какие-то есть вопросы, задавайте Игнатию Тихоновичу. Да. Приветствую всех, отец тебя. Так, слушаю, дорогой брат. Да. Отче. Всех с Рождеством поздравляю. Значит, вот сейчас об адвентистах, да, очень-очень так ярко было и доказано. Вот вчера, значит, здесь о трех шестерках, так, число зверя и там печать Антихриста. Ну, сейчас вот и у нас появилось такие учения, что уже Антихрист пришел, что столько там зла и что там и правительство, и куда это, да. Вот какие вот эти лжеучения, вот сейчас такие актуальные, и вот что они, значит, еще не пришел Антихрист. Вот как правильно было тогда сказано и доказано. Вот именно в чем они ошибаются, вот сейчас вот современные такие, так называемые, толкователи. Вот это... Потому что искренне они верят в главное чудо. Вот как только Христос воскрес, сразу же всюду все банки открылись деньги. Заплатить, сказать, что его украли. Вы это знаете, написано. Теперь проходит еще столетие, в это время сатана говорит, а он не умирал. Тогда нельзя было не сказать так, что он не умирал, потому что все видели. А теперь нет, у вас это все неправильно написано, сколько раз переписывали, изменяли, добавляли, то есть чисто сатанинские нападки. А он не воскрес. Вот главное, что. А если он воскрес, это значит о том, что написано. Иду, говорит, и пошлю Духа Святого, который обличит в мир о грехе, о правде, о суде. О грехе. Не семь смертных грехов, а один. Что не верует в меня. Вот как веровать в него по Евангелию, что он умер за мои грехи. Что кровь его очищает в меня. Если это нет, и он обещал, какие будут признаки, он придет. Все остальное сгинуло, как будто никогда не было. Я верю, что он дал Духа Святого. Дух Святой вразумляет. 666. Он вскрыл, разгадывать не надо. Святые отцы говорят не для того, чтобы мы гадали, а чтобы когда исполнится, мы поняли, это было предсказано. А не так, чтобы заранее узнать, и мы до Духа Антихриста, мы в другое место пойдем. Это все обман. Не веря в Слово Божие. Не веря в то, что князь мира осужден. И то, о правде, что идет к отцу. То есть он вознесся на небо. Вот это стоит принять. Поверить, Слово Божие, раньше времени разгадывать не надо. И 666 меня не касается. А люди боятся шестерки, боятся 13. Это чертова дюжина. Вот в Англии говорят, 13 этажа нет. 12, сразу 14, та же квартира. Страница 666 и начинает бунтовать. Не надо это делать. Мы не знаем. Господь скрыл. Почему в Библии нет, о том не рассуждаем, говорит Иоанн Златоуст. И все кончилось. Эта тема закрытая, Богом закрытая. И зачем ее распечатывать? Он ключи не дал. Так что отец здесь один разговаривает с ними, нечего и сказать. Слово Божие закрыто в данном месте. И дано для того, чтобы когда исполнится, тогда узнать, что было предсказано. А не для разгадывания. Все кончилось. Да. Да. Ну, значит, вот эти места, да, все понятно. Просто у нас появилась секта. И она уже не один год так работает. Вот поэтому задал твой вопрос. Ну, еще. Так, я скажу, отец, ереси были всякие разные. О том, что не признают Христа за Бога, Арий. Он был. А теперь опять везде свидетели Иегова называются. Были люди, которые держали за субботу от 27 дня за закон к ним галат, послание к галатам. Это все было под небом. И надо спокойно принимать этот, почему дьявол сеет, плевелы всходят. Сказано, отставьте расти. Они говорят, на меня не действуют, на тебя не действуют. Действуют на тех, которые не покорились принятию Христа, как воскресшего из мертвых, взявшего грехи мира на себя. И грядущие вновь. А их ничего не сделаешь. Иритика после первого-второго времени отпрощается. 3.10. Послание к титул. Все. Тема закрыта. Да. Да. Ну, слава Господу. Да. Примем сведения и скажем истину. Знаешь, отец, вот у меня сейчас Рождество. Ну, у нас так торжественно это праздновалось. Мы даже сделали орело. Но, значит, уже с молодежью, с детьми. Вся церковь вышла по всему району, прогулялась с песнопениями. Там, значит, такой праздник был. У нас традиция была на Рождество. Всегда после... Ну, уже когда мы ночью служили где-то, потом днем, вышли всей церковью. Ну, было так торжественно. Ну, как бы свидетельствовали, свидетельствовали, что здесь церковь работает. Здесь им раздавали календари. Здесь, ну, значит, как праздник. И народ так нас очень, ну, встречал, что церковь здесь живая. Ну, я вот вспоминал тебя, твое свидетельство. Как твоя жизнь изменилась, когда ты узнал о Христе. Вот так вот, ну, расскажи об этом здесь. Когда, вот как ты это принял и как у тебя, значит, изменилась жизнь. Значит, ты один человек, а вы сейчас другим человеком. Вот дело такое, я отвечаю на вопрос. Вопрос закончился. Дело в том, что прошли годы, я все время на этом останавливаюсь. У нас семья была, 10 ребятишек, 10. Ну, то, что у меня в детстве было, ни у кого не было этого. Кто-то позже уверовал, кто-то как-то. У меня где-то 4 года, я себя помню. У меня было желание скрыться, тайно с Богом молиться. Поэтому, будучи начальником, директором детского лагеря, 45 лет. Я наблюдал всегда, есть ли такие дети сегодня. Ну, они, чтобы пробудить месяц, уезжают. Но я наметки редко-редко, но делал какие-то. Как? Если человек не избран, ему ничего не докажешь. Он головой крутит, нет, он тут же забывает неизбрание. Это от нас не зависит. А зависит, если мы это узнали, Господь дает откровение. Я все время искал, где про Бога сказано. Книг не было, ничего не знал. Если я посмотрел фильм «Отверженный Викторой Юго», это постановка французов и итальянцев. Вместе построили они, или там немцы. В армии, сколько там нас привели? Весь кинотеатр застал. Никому не надо это было. Да, они скучно. А я увидел, он говорит, спасти не жизнь, но душу. Я иду, во мне все трепещет. Жан Бальжан, там играет Жан Габен. Никому дела нет. А у меня все внутри трепещет. Я прочитал несколько раз снова «Отверженный Викторой Юго». Сходил еще фильм, посмотрел. И теперь атеистическую литературу покупаю. Мелкие там брошюрки были-то. А бывает с двух сторон напечатано. С одной бывает божественная. И именно напротив ее другое. Если я эту вырежу, там не видно. Поэтому беру два экземпляра. Вырезаю, составляю отдельно у меня как книжка. Я не знаю, что эти цифры какие-то стоят, главы стихи. Я никогда никого не встречал, кто бы так искал это. Я все время прислушивался, что мне Бог скажет. Теперь заново все перемолачиваю. Когда пришлось, все встало на место. И поэтому говорят обычно, ну раз ты обратился, значит болел. Тебе помогли. Тебе мозги-то окрутили тут. Или бывает ты где-то потерялся, жить не на что было. У меня все было. Я моряк. Моряки проверяют там много раз. Здоровье должно быть стопроцентное. Деньги всегда при себе. Тем более я учусь в высшем мореходном училище. А на душе пустота. Я людям говорю о Боге, что Он есть и будет в суд. Больше я не знал ничего. И когда Евангелие в руки мне дали, Новый Завет, через полчаса моя жизнь полностью вся изменилась. Это были пятидесятники. В доме у них. Я ни шагу не шагнул к пятидесятникам. Ни разу. Но когда сказали, что верить надо тому, что написано, а я занимался языками. Разные языки изучал самостоятельно. Когда после этого мне сказали в Грузию ехать, я тоже в Москве пошел покупать учебники, чтобы по-грузински разговаривать. Платвию приехал еще, еду дорогу, уже купил. Три с половиной месяца я уже разговариваю. Немецкий язык за шесть месяцев, а английский за четыре месяца. И Бог на это меня поймал. У меня интересные были замыслы. Я его выучусь. Институт иностранных языков, там, министерство. И за границу уйду. Мне не нравится здесь. А Господь сказал, на этом тебя и поймаю. Я был очень любил то, что отец рассказывал. Я вырасту, я им отомщу, коммунистам. Террористом хотел быть. Поэтому везде в бокс. Тогда не было других борьба. Стрельба там. Это все изучал. С одной рукой мог любого воробья снять на ходу. Бог заранее готовил. Но любил бабушек. Я никого больше не встречал, чтобы так любили. Денег нет. Одна только стипендия. Я все равно где-то заработаю деньги. А бабушкам подам. И вот на этом меня Бог поймал. Сошел на берег бабушка с узелками. Я бросился помогать. Спросил про веру. Она показала. И там как раз люди, которые пятидесятники. На разных языках гласолали. Все сошлось у меня. Один к одному. Сто процентов. Как облигация какая. Это Бог делает так. И поэтому передать опыт я не могу. Вот человек вот. Бабушка ходила. Я с ней ходил в церковь. Пришел. Я даже знаю здесь. Много лет уже люди знакомы. Мой человек с места не двигается. А который избран Богом. Он сразу возревнует. Его даже видно где-то. А другой все время подкапывается где-то. Вот там не так. Он не в Библию смотрит. Мне говорят. А сколько времени уходило на Библию? В среднем 10 часов примерно. 10 часов. Если бы кто-то тогда имел снимать, как сейчас вот, видеоаппараты. Это такой бы фильм был. Я не дождусь в откресенье. Первое, с чего я попросил у Бога. Господи, мне не дали работать на море. Я сошел. У меня строительная специальность. Дай мне такую работу, чтобы я не думал, а мог размышлять о Боге. Молиться, петь, чтобы никто не видел. А буду работать. Встал, полы настилаю, двери вставляю. А внутри у меня. Поэтому я запоминал пакетами, страницами. Бог дал мне разумение и память. Я в субботу ушел. В пятницу. А в субботу я дошел там как лес. Ну, как сказать, почти тайга. И там вниз так вот распадок идет. И я там спрятался и Библию считают. И вот вечер я залез, сплел из ветра гнездо. Обнял дерево. Не знаю, привязался или как. Утром проснулся. Туман. И я на березе, как шимпанзе. Ну, картина-то какая. Почему? Я не хотел возвращаться к людям. Я там просижу еще день. Без еды. Со мной Господь. Я не могу опыт передать. Это не передается. Я вот сказал, ну, кто это будет делать? Как он будет делать? Мне никто не говорил. У меня внутри все время вот это пламя горело, как говорит об этом Иеремия. Внутри меня, как в костях моих. Я родным, близким, написал друзьям везде. Наверное, чемодан переписанных писем был только. Переписывал Новый Завет. Кому прийти, те пришли. Как сейчас пишут, тысячи людей пришли в православие благодаря моей проповеди и беседы с сектантами. Я их не считал. Но могу сказать, это чудо. Чудо. Да. Как я думал, кого-то преследовать, меня будут преследовать. У меня ни одного нет, кто бы сидел за Слово Божие. За Слово Божие. И что вот, я рассказываю, Глеб Якунин был, вот, Зоя Крахмарникова, ладно уже, Саша Огородников. Люди, которые сидели. Отец Дмитрий Дудко ни у кого в тюрьме, в лагере не было, как у меня. Как передать, вот, я хочу курсы провести. Тебя могут сегодня арестовать. Привозят только. Тебя. Тебя еще не пустят в камеру. Тебя проверять будут. Мыть, чтобы ты других не заразил. И вот, теперь я захожу в камеру. Камера на 25 человек, а их 75. Я еще ничего не знаю, кто там. Я только дверь открыл, а там ничего не видать. Только так вот туман идет. Курят все. Я зашел, перекрестился. Мир дома всему. Зашевелилось, а такого там бал вылазит там. Два с лишним метра, может. Уже шесть раз сидит. Ты откуда, дед такой? Из Барнаула. А какая статья? 190 прим у Караса ПСР. Что, мента грохнул? Нет, это 190, это прим. Апостоль вверху. А что это за статья? Политическая. Я уверовал в Господа. И вечером уже 75 человек. Они знают, что у меня с собой новый завет. Будем говорить. Нашли, кто не курит. Тщательно вымыть руки. Двери открыты. Охранники с двух этажей. Все замерло. Два часа никто не закурит. Я уже владею камерой и тюрьмой. Этого нельзя сделать. Это только Дух Святой может сделать так. Обращается человек. Мы вместе пари на землю молимся. Нас вышибли сразу в другой подвал. Я с кем не разговариваю. Люди не слыхали такого. А почему так? Начальник тюрьмы. Полковник. Меня вызывают раз за разом. Родной мой, ты мне расскажи вот это. Родной мой, расскажи. И умер по-христиански. Потом я узнал. Вот как. Следователь, который меня допрашивал. Который вел дела. Он в хрещение принял с полным погружением. Это Бог делает. Это благодать Божия. Когда я рассказываю, я беру 2.18 посланий к Якову. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу из дел моих. Город не может на вершине горы укрыться. А вы рассказываете. Меня попросили, я рассказываю. Подражать можно. Подражайте мне, как я Христу Павел говорил. И подражайте тем, в ком видите этот образ. А если подражать или есть. Если здесь вот сейчас я вижу. Сколько человек. Сколько они услышали. Люби Бога. Люби молитву. Вот такое сообщество интернетное. Чтобы через 2 часа молитва была. Утром. И вопросы решались. И занятия идут. Я не слышал и не знаю. Нигде. Есть такое или нет. А если обычно так собрались. Там говорят. Погогатали. Разошлись. Вот отец. Мой короткий ответ. Да. Ну, слава тебе, Господи, да. Ну, у меня вот я. Ты мне свидетельствовал, да. Видишь, у тебя это с детства было. Ты был приучен труду здесь. Ну, вот я себя, ну, как-то тоже в эти рамки начал ставить. Я о Христе узнал. Мне было около 30 лет. И, значит, как-то мы едем там на эскурсию в монастырь. И вот человек здесь так смотрит на меня, улыбается. Я говорю, кто ты такой? Говорит, да. Говорит, я христианин. И он, значит, Евангелие, эти цитаты наизусть знал. И он мне сказал, говорит, на ум, говорит, я Христос любит. Да. Я удивился. Ну, мы такие веселые там, погуляли хорошо. Да. Понимаю? Да. И вот в чем здесь. Вот ты дай нам совет. Нет, я уже прошел, говорится, Крым и Рим. Вот как, ну, вот в таком уже положении стать, ну, я стал, да. Но чтобы ни направо, ни налево за Христом идти прямо. Дай нам совет. Наверное, таких много. Вот многие взрослые приходят. Вместе страх Божий. Если я не буду делать так, я погибший. Да, страх Божий. Господь сделал и все открыл. У меня перед глазами эта картина развернулась, когда я уверовал. Вот там-то у меня Господь касался, я не ответил. А там-то вот так-то было. Вплотную я подошел уже и опять не обратился. Наступил час, когда все позади осталось. И остался один Христос. Вот как передать это? Я ему рассказываю, как. Каждому слову говори, никогда не спорь. Спорит, у меня есть один апаризм такой, его в интернете пользуется. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. И поэтому я никогда не спорю. Я ему сказал и попятился. Твое дело. Теперь я молюсь. Готовиться надо. А если я не так? А если я не угодил? Бегут многие, получают один награду. Господи, да прости меня. Помилуй меня. И поэтому меня касается самое маленькое добро где-то. Я его человека найду. На краю света я отблагодарю. Очень страшный грех это неблагодарность. Неблагодарность. Я раньше этого даже не знал, но опытом жизни узнал. И поэтому, когда были миссионерские поездки, я постарался найти всех, кто что-то для меня сделал. Однажды мы шли пешком, работали в горах и не могли дойти. Снег был и мы ползли. Ползли по снегу. Видим дома, а идти не можем. И женщина несла повоя, что-то свиньям видать. И видно кусочки хлеба плавают. Я прошептал, да, и она не дала. А соседи увидели нас, подобрали. Из-за стола мы так и заснули. Теперь проходит 30 лет, 40 лет. Я ищу, еду туда. В миссионерской поездке. Найти этих людей отблагодарить. Кто и когда помог. Это сильно подогревает душу и тех людей трогает. Вот так. Ну, я три пункта записал. Значит, страх Божий. Никогда не спорим. И быть благодарным. Да. Это начало. Да. Это надо увеличивать все время, всегда. Помните благодарностной молитве приносить к престолу благодати. Это Бог сделал. Моя встреча могла быть не здесь. В этот день наш корабль мог не подойти к этому городу. Стояли на рейде. Я мог не пойти смотреть кино. Все сошлось один к одному. А внутри пылал огонь. И не было. Любовь к Богу. Это Бог, который меня будет казнить. Я не делал, что люди делают. За свой... Мне 83 года ни одного мата еще не сказал. Мама сказала, танцевать нельзя, пионер выступать, комсомол. Вот это я знал. Сохранил меня от женщин. Сохранил. Но я знал, что я если умру, я буду в аду. Меня никто не мог... Ну, я живу как... Жить надо, как монах. А внутри меня, ну, все, говорит, я грешник. Я погибший грешник. Бесповоротно погибший. Хотя я каждый день плачу и молюсь. Вот как. Я с первого же дня узнал, что Павел, говорит, я со слезами учил вас. А в это время у меня все... Говорит. Какие слезы. Здоровье 100%-то. И в этот же вечер коснулось, что мне подарили Библию. Я воткнулся в коридоре в одежды. И весь вечер проплакал. Часами. Это дар Божий. Слезы. Просить надо. Ну, слава. Слава Богу. Аллилуйя. Отец. Я благодарю тебя, что ты вот и учитель, отец, наставляешь вере и благочестию. И меня, и вот всю братию. Храни тебя Господь. Ну, конечно, ты самородок, вундеркинд. Здесь благодать Божия. Вот с тобой храни тебя Господь. Да. Мне нужна большая помощь всегда. Потому что на народе новые люди все время приходят. Я чувствую, как надо больше времени на молитве проводить. Ночью хорошо Господь поднимает там где-то второй час ночи. Дает еще пока возможность. Ну, уже чувствую, что не те ноги. С трудом шагаю. Да. Все, да. Ну, все. Ну, спаси, Христос, за вопросы. Как ты приехал в первый раз? Да. Как твою душу коснулся? Да. Когда мы шли с дороги, что я тебе говорил? А потом, как мы искали, где полное погружение в переделки на даче писателей под Москвою. Да. И когда тебя принял и ступели. Это все чудо Божье было. Да. 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 Ну и. Да. О тебе помнят. Я вот когда говорю, вот здесь и даже сайт говорю. Зайдите, это значит народ, так уже забыл, да. Тоже даем записочку. Ну, да. И у нас тоже есть уже твои ученики. Ну, по мере сил мы общаемся. Как, отец, мы были у вашего патриарха Ирии Второго. Во. Да. Это фото есть. Фото есть. Ты мне, если есть, пришли мне это фото. Здесь найдешь. Да. Многое изымали. Многое сожгли. Он. Да. Ну, да. И видишь, он принял нас. Да. Да. Вышли на балкон, фотографировались. Да. И благословил. Благословил. Знаешь, у него, он уже в немощи такой здесь. Но у него мудрость есть. И вот его советы здесь, его, значит, многие прислушиваются к нему. Вот здесь, там, у нас политическая обстановка, да. Но он всегда вот о Христе, к Христу призывается. Ну, все, Христу, что зашел. Мы тебя помним каждый день и молимся, когда о массейнерских путешествиях, вспоминаем, где нас принимали. Ты первый, потом сразу в Германию, вспоминаем, где это было и в Азербайджане, в доме мулы мусульман. Самира. Да. Ну, все. Да, ну, все, с миром. Удивительно, когда мы приезжали, вы не знали, когда мы приедем. А мы приехали, только зашли, уезжать надо. И все с узелками, там, лепешки, эти лаваши несут. Помидоры. Все они купили, я всегда удивлялся. Это твоя паста такая вообще. Да. Ну, у нас, значит, когда мы открыли вот этот молитвенный дом сначала, сейчас уже храм большой, значит, здесь пенсионеры здесь пришли. Здесь, и как они начали читать? Приобрели Евангелие. Просто там о кафе, молитвы только читали. Как узнали о Христе, ну, у нас, как бы, семья уже получилась. Ну, благодарю. Аллилуйя. Так, вопросов нет, а то я отхожу. Игнатий Тихонович, мир вам. Это Ксения Михайлова. Слышно? Слышно? Да, слышно. Игнатий Тихонович, вот у меня этот пост весь рождественский был, вот прям бесовское наваждение. Умом понимаешь, что это неправда, а вот какой-то страх такой невыразимый вошел в душу, что я и на молитвах, и Священное Писание читаю, а как сквозь вот этот вот бесовский туман. Не могу проникнуть ни в Слово Божие, ни в молитвы. Что делать вот в такие моменты? И это Божье попущение, как это понять? Ни молитвы не помогают, вот не могу я пробиться. Что это такое? Ну, слушай внимательно только. В данном случае я могу вам оказать помощь собственным опытом. Я жил в городе, жил в городе Искитим, Новосибирской области. Работа на работе. Большой на квартиру встал там, комнаты 4. У них так, на операции мужа зарезали. Сыну 18 лет, большая водонапорная башня, там снимали доски. Они закрепили, и она так пошла, как ударила, два человека там было, и обоих убила. Дочь вышла замуж, ушла, хозяйка уехала, и я остался один. Один. Сижу, занимаюсь первым делом, я занялся тогда еще златоустом. Вот я, котка, перед вами. Вы меня видите сейчас? Ну да. Я сижу вот так вот, считаю, и в это время, как бы, я не слышал за всю жизнь никакого голоса, и не видел. Я конспектирую, я на златоустом, трехтомник, в одной книге. И как бы голос мне говорит, ты один? В этом доме такое все было, там слышали, кто-то стущит, по чердаку ходит. Но я-то один, я слышал от тех, кто тут у хозяева уехал, хозяйка уехала, у Литы Григорьевны Захарова. И он, сейчас я на тебя нападу, и ты с ума сойдешь, и бросишься в окно. Дом деревянный, на первый этаж. Я один, я никогда этого не испытывал. Я сразу же становлюсь на колени, вот как перед вами сейчас, вот так вот встал на колени. Не встану, пока не отойдет дьявол. У меня волосы были не такие, у меня густые волосы были, и худри были. Мне казалось, все вот так вот встали волосы. Дальше. Ложиться спать, он мне как бы говорит, как бы говорит. Не туши свет, иначе я нападу, и с ума сойдешь. Вот я поэтому сразу выключаю. Ничего по его не делаю. Дальше сарай, до сарая метров 30 идти. И там дрова, уголь брать надо. Я же один топить надо. Пойдешь туда, а из дома включается свет. А я с работы-то прихожу, уже темно. Как только выключишь свет, я на тебя нападу. Я теперь ощупью уголь, все набираю ощупью. И он, я сейчас не могу сказать, но недели две гнал вот такую горячку. Я молитвы только на молитву, и все, все везде выключаю, свет. Ложусь спать. Секунд 47 я уже заснул. И больше я не было нападения за всю жизнь никогда ни разу. Я не видел, не слышал ощущения. Вот я таким опытом могу доказать, что молись, спастись. А у меня никого не было. Готовить-то некому. А дорогу-то эту как-то отойти в сарай, где ключ, там ключ от дома. Я с работы-то прихожу, а ровное место, снег нет. Я думаю, что же я есть-то буду сегодня? Это один. На работу увозят темно, привозят темно. А я один. Я захожу туда ключ-то. Маленько так светает как бы. А там большая кружка стоит. Наверное, литровая. И на ней ломки хлеба. Следа нет никакого. Попасть оттуда никто, ни соседи меня не знают. Ведь я один. Я беру, он аж дымится, теплый. Оказался компот. Я по сей день не знаю, кто это сделал, но предполагаю, что Господь послал ангела. Утешение. Поэтому никаких подвижек не делай в ту сторону, что тебе кажется. Делай все наоборот. Никого не бойся. Со мной Христос. Он умер за меня. Прочь с дороги. Просто мысленно так ему это говори. Можешь слух сказать. Он тебя поразил, ты дьявол. Покушаешься. Я щадо Божие. Пошел вон, зверь. Змей. И все. Вот что можно делать? Я говорю то, что делал. Вот сейчас только я пришел. Тут есть Александр Шацкий. Он только сейчас ко мне заходил. А из Москвы не предупредили ничего. Он к Игоре тут, к Дубунову приехал попутно. Вот так, Ксения. Я поняла. Да, да, слышу. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Отец мой с одной рукой с фронта пришел. Пасет овечек. А я на полу лежу дома. Ребятишек-то много. На полу. И проснулся. И вижу. Большая скамья. Она называется не скамейка. Там как-то лавка. Лавка. И там черная. Я закричал. Отец сразу ко мне подошел. Ты что испужался-то? Да там черный кто-то. Ну, я не знаю. Мне года четыре с половиной было. Он меня к нему... Цвета-то нет электрического-то. Я не знаю. Зажег свет. А чугун стоит двухведерный с картошкой. Мать. Там свиньям готовит-то. И он заранее днем явил, как он готовил патроны. Волки-то подходят близко. Овечек-то пугает. И он, отец, мне дал выстрелить. Вышли на улицу. Сели на колени. Он им ружье дал. Оно не без дроби. И я выстрелил. Не знаю. Раз или два. И страх мой был расстрелян по сегодняшний день. Вот видишь, как Господь делает. Там просто волки. А здесь невидимая сила. И одинаковую победу Бог дал. И поэтому я расстрелял это. И после... Обычно ночью, когда идешь на вокзал, к ладбищу мимо не ходи. Я теперь иду наоборот. Там, где только он говорит страшно, я туда иду. Он ничего не может сделать. Он слабый. Он разбитый. Он пораженный. И поэтому не поддавайся. Ни грамма, ни шагу назад. Иисус умер за меня. Прочь за роги. Ангел-хранитель. Защити меня. Утром выходишь, к двери подходишь. Перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всей гордыни его, всех ангелов его и перекрести. Все. Никаких G там, пять где-то, что-то установлено. На тебя ничего не влияет. Ты идешь как победитель. Все. Поняла. И еще последний вопрос, Игнатий Тихонович. А вот у нас сейчас такое время, мы живем, что мы покупаем, не ремонтируем, выбрасываем, вещи не штопаем. В общем, всем разбрасываемся. А это ведет нас к обеднению душевных чувств. Да, Серахов, 19 глава, 1 стих. Просчитайте. Написано. Ни во что ставящее малое, мало по малу придет в упадок. Вот у меня, что ни возьми, рубаха там, даже простынь. Все в заплатах. Носки. Там заплата на заплате. Даже валенки бывают в три этажа. Я вот сейчас валенок один покажу, чтобы ты увидела, как у меня идет дело. Вот эти вот валенки, их показывают, но страшно какие они. А они теплые, хорошие. Вон они какие. Видишь, какие заплаты? Да, да, вижу. У меня все в заплатах. Я на себя за 30 лет ничего не потратил. Тут рубашку как-то дал в прошлом году Надежде Васильевне, зелененькую. Я говорю, тут подштопать надо. Да ты уже 30 лет ее носишь. Она начала иголку куда вставляет, она с иголкой вместе материи отплывает. Ну, пришлось на другое дело куда-то применить. Я очень люблю экономить. У меня все абсолютно экономное. Старая фуражка, а я влюблен в российский флаг. И вот у меня его, как Надежда Васильевна, сшило сверху. Видно, нет? Да, да, видно. Так все. О-о-о! Это, ну, такое, такая фуражка там называется, зачетная там как-то. Все рождаются в крови, надо думать о небе, помышляя горнем. И 21.10 откровения Великий Белый Престол. Русская вот эта флаг российский. Это проповедь Евангелия. Дьявол болится, боится его. О! Хоть куда поверни. Поэтому, ну, более, сказать, заплата, чем я, никого нету. Но у Викторовича Гуго говорится, под каждой заплатой миллион рублей. Миллион долларов. Это там написано так, отвержено или без арабля. Вот как Бог это делает. Мила, спаси Христос, Игнат. Это у меня в палате сделано второй этаж. Вот дальше Володя на третьем лежит. Комната маленькая. 12,8 квадратных метров. Это в другом месте. Но это побольше чуть. И у меня 11 человек ночует. Я недалеко от вокзала. И никто на полу не лежит. Я весь всю комнату на этажи разбиваю. Вот так вот. Лесенка залазит куда. Люблю затаренное пространство иметь. Дешево. Мало платить. Мало и прочее. А температуру довожу там 5 градусов меньше. Чтобы ведро угля сэкономить. Ну сейчас уже не так. А раньше я всегда так и делал. На всем экономить. Что съесть. Если кто-то блины делает или что-то. Я откушу обязательно с хлебом. Чтобы меньше то. Чтобы пряник один. Ну пополам. Вот такой пряник на двоих. Ну сейчас на одного такой пряник дается. Прикосывать с хлебом. Все. Абсолютно везде. Жена меня прозвала. Великий экономист. Надежда Васильевна. Ты здесь. Подай голос. Она рядом в комнате. Не видно. Вот какое дело. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. За такие невероятные поучения. Мы уже от всего отучились. Все по-новому. Учиться приходится. А мы молимся об этом. Но учи нас жить. Господи. С худости в изобилии. В изобилии труднее жить. Надо зарабатывать. Надо то другое. А у меня свои правила. Вот у меня девчонки были. Это на квартире жили. Сестренка была. Ну и там другие. Которые учатся в институте. Где за всю жизнь. За квартиру не взял ни одного рубля. Ну договариваемся. Сколько на еду. Ну договорились. По 25 рублей на месяц. А у меня отдельно это десятину положить надо. И теперь что останется. Опять прикладом к десятине. У нас быстро дело растет. И Бог обильно благословляет. Я вот когда первый раз услышал о десятине то. А ревностный был 23 года. Я решил так. Про себя. Господи. Я буду отдавать тебе 9 десятин. Тысячу заработал. 900 отдаю. И прожил. Вот уже 60 лет так. Вот возьми такой. Кто пойдет на это. А это добровольно. Если я где-то проповедую. Бывают люди стоят на площади. В карман там деньги суют. Я посчитал сколько. 100 рублей положили. То я обязан 100 с чем-то отдать. Чем больше дают. Тем беднее я делаюсь. А то у меня собственные правила придуманные такие. Я так и прожил. Понятно, Игнатий Тихович. Благодарю. Все. Спасибо. Это Божие не мое. Это благодать Божия. Надежда Васильевна, ты здесь? Я не могу. Подай голос-то. Ты меня назвала великий экономист? Не может сказать. Игнатий Тихович. Ай. А сегодня постный день, среда? До крещения, до 19-го. Поста нету. На 18-го сочельник. Есть. Сегодня поста нету. Нету вообще поста. Это называется святки. От Рождества до крещения. Это как один день считается. Идея включила? Все включила. Беснос. А что, мы ничего не получили? Не слышно. А вот первая, сказать, глава, 6-й, 8-й стих книга Тавита. Там об этом написано. Он, я, говорит, давал всегда три десятины. И все на дело Божие. А куда же деньги девали? А к баптистам относили. Они печатали где-то в подполье Новые Заветы. И они честные люди. А написано было, продажи не подлежит. Новые Заветы печатали. Их сажали за это дело. А я на свободе в это время был. Поэтому каждая копейка на дело Божие. Господь разберется. Вот так. Ты меня слышишь? Нет? Ну вот, Надежда Васильевна говорит. Ты меня звала, великий экономист? Да, я говорю, если бы тебя в министерстве поставили, то бы страна была, говорю, совсем по-другому все в стране было. Ну ладно, все. Вот вам доказательства. Слава Иисусу Христу. Как кто-то сказал, говорит, говорит хорошо, но жить с ним невозможно. Потому что, я, нет, нет, я скажу, чего ж так это тратитесь-то? Да. Вот видишь как, все подтверждается. Так, еще есть кто-то в вопросах? У меня вон голуби летают. Найдите, у кого в комнате голуби летают. Где ты? Хорошо, что ты один живешь. Ни детей, ни жены рядом. Я сейчас поймаю голубку, вам покажу. Подождите маленький, мне надо экран закрыть. Создать темноту. Сейчас, 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 сейчас. О, ага, иду. О, ага, иду. Вам видно, нет? Видно, видно. Видно, да. О, красота. Так на улице голубятя здесь и в Потеряевке. Вот она. Эх, какие. Это молодые голубята. У них мать суррогатная. Мать, она нести не могла. Я взял черные голуби и подложил под белых. А яйца-то белые снесли. Вот они у меня какие. Утром на два часа выпускаю. А кошек загоняю в это время. И вечером с четырех до шести. Красавцы какие, а? У-у-у, хорошенькие мои. Так, подожди, 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 подожди. О-о-о. А сколько они в среднем живут, если с ним ничего не произойдет? Так, подождите, сейчас я подойду, тогда я не расслышу. Давайте, что их создали-то? Игнатий Тихонович, а сколько они живут, если бы с ними ничего не произойдет? Тринадцать лет примерно. Долго. Когда у человека здесь, не где-то там, они дольше живут. Вот видишь, я на ножку ей привязал, как бы, ну, заметить, кольцо красное. Уезжаю, я заберу ее в Потеряевку на лето. Видишь, какие? Они летают, переворачиваются, вертуны называем. У нас большая статья в газете губернская «Алтайская правда». Называется «У злого человека голуби не живут». А как узнать? Ну, у меня знакомая одна из старобрядцев. Я говорю, а ты узнай, у них голуби есть у кого? Она два или три года там расспрашивала, нет. А потом, говорит, в Красноярске у одного есть. Я говорю, так он, может, недавно пришел к старобрядцам? Ну, да. Даже в церковь там строили они, голуби рядом, да даже бабки половинкой кирпича кидали в них. Такой случай у меня был, проверки. О, голубка моя. Так, я ее сейчас отпущу. Вот так. Так, вопросов нема? Паркуют. Вопросов больше нит. Как говорится, без берегов моря. Ты что-то спросишь, а я развиваюсь вон куда все хвост. Надо жить интересно и красиво. У меня нехорошее слово такое, говорит, азартно. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Слышали такое стихотворение? Как бы сказать, автобиографичное. Оно у меня положено на музыку, Виктором Николаевичем Савченко. Он играет. Прочитать? Прочитайте. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом, Стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, Петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег. В истерике, в бессилии их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, За мною доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мёд, акриды, И штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошёл, не досягаем вам. Прощать, земля, азарт закона града. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всё гляжу. Ну, если вопросов нет, отхожу. Аминь. Спаси Христос. Игнатий Тихонович здесь. Отвечает на вопросы. Задавайте. Я-то всё знаю прекрасно. Игнатий Тихонович, мир. Мир. Игнатий Тихонович, помогите советам, как принять правильное решение. Мне сейчас предложили инвалидность получить на время лечения. Я никак не могу определиться, потому что врачи говорят, что в принципе есть надежда победить этот рак в течение полугода. И я вот не знаю, на какую сторону склониться. Потому что братья советуют то получать эту инвалидность, то не получать эту инвалидность. Подскажите, как... Получать. Даже не думаю никогда. Мне приходилось стеклить большие корпуса военные. Вот это... Там железнодорожье, там что-то было-то. И 43 градуса мороза, и там козла руки подогреешь. И у меня парализовало обе руки. Я был на пенсии, вторая группа, сколько. Ну а потом разные методы и вышел. Обязательно остановитесь, получайте. Обед будет. Будешь свободен. Тяжести разные не поднимай. Аккуратнее будет, сколько можешь. Поклоны земные делать, сколько можешь. Три поклона сделай, и сильно себя старайся это... Ну, швы, чтобы не разошлись, или что-то. Спасти Христос. Аллилуйя. Так, никого больше нет? Отхожу. Игнатий Тихонович, подождите. Мир вам, это Ксения Михайлова. Давай, Ксения Михайловна. Игнатий Тихонович, я прошу молитв за себя. Потому что очень тяжелые у меня испытания бесовские. Вот прям как будто... Вот как будто голод, что я детей своих не воспитаю. Как будто я их всех поубиваю. Ксения, есть хороший метод такой. Всегда вспоминай тех, кому труднее. А труднее тому, кто в плену сегодня. Ксения, раненая, брошенная. И тогда нам как-то легче переносить. Мы не одни. Господь кого любит, то он оказывает. Приближая к себе. Примей это с благодарностью. Не будь у нас таких болящих. Неизвестно, где мы были сегодня. А мы вот и встретили два калеки. Спасибо, Игнатий Тихонович. Благодарю вас. Береги себя от ропота. И знай, что Господь тебя любит. Именно это любовь его. Кого любит? Вот так и надо понимать. Потому что страдающий плотью перестает грешить, написано. Тело и душа так связаны, близко. Друг с другом. Зато он говорит, наказывая на ребенка, тело, мы ворощуем душу. И Господь ворощует нас через эти болячки. Все. Отошел. А вот написано же в молитвах. Волнуешься с житейской бурью, кости зиме покаяния направи. Может быть, какие-то грехи я тяжелые делаю. Но почему так на меня напал этот бес? Но вы хотите за ущеной молитвой молиться? Я уже ничего не знаю. Ну хорошо. Ты знаешь, что у тебя болит. Ты знаешь, кто против тебя идет. Ты знаешь, что ты хочешь. Вот это все Господу искажи. Это разговор с Богом. Все. Я не могу вытерпеть. Господь, дай мне силы вытерпеть. Кто-то против. Благослови их, Господи, чтобы они не умерли в этом состоянии. Все время иди по трем ступеням. Проси, благодари и слава слава Бога. Я другого не могу сказать, потому что это единственная истина. За ней нет ничего. А это дает все. Ты с Богом. И он смотрит. Как один... Господь показал ему путь. Он идет с Господом. И там на песке следы, два следа. Потом он глядит. А там один след. Он, Господи, вот здесь мне было трудно. Я как раз думал, что я брошенный. А ты как думаешь? Это еще и след. Ну, еще и мой. Я один шел, тут болото было. Это я тебя на руках нес. Поэтому один. Вот надо как смотреть. Господь знает все наше. Все прежде бытия нашего. Конечно, я знаю, были операции, могут дать такой-то сход нехороший. Ну, как Богу угодно. Он-то знает. Он главный врач наш. Так что будь спокойно и никакой паники. Ни грамма. Будь радостно и весело. И написано, радуйтесь, всегда радуйтесь. А Павел был в это время плененый. В казематах сидел. Мокрые стены и рука прикованная к стене. Радуйся. Или посланник Пилипинсам пишет. Тринадцать раз слово радуйся. Так успокойся и благодари Бога. Чтобы никто не думал даже, что тебе плохо. Особенно враги торжествуют, когда видят, что мы страдаем. Разогнись. Все поняла. Аллилуйя. Помоги тебе, Господи. Вот я уже и помолился. Помоги Ксении все выдержать. За все благодаря и за все прославляя. Аллилуйя. Так, никого нету больше. Отхожу. Извините, Павел Иванович Нилан. Прошу вашего совета. Надо ли брать благословение, идя на операцию? Мне предстоит впереди операция. Хирургическая операция. У вас операция? Да, грыжа, грыжа, грыжа. Ну, грыжа такая операция, которую нужно помочь убрать. Иначе что-то, разрыв будет еще больше. Да, поэтому я... Операция бывает такая, я знаю, одна монахиня, она, ну не знаю, пришла к старцу. Он говорит, ты знаешь, что тебе... Это болезнь. У тебя родители этим болели. Ну, вот я думаю, как... Иди, иди, пострадаешь и умрешь. Она пошла, сделала операцию, поболела после этого и померла. А это грыжа, это... У меня у дедушки была грыжа. Помолись и сделай. У священника обязательно брать. Ну, а не, разве лишнее это будет? Подойдите, добрые слова ему скажите, чтобы он помнил вас. Утешьтесь. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Аллилуйя, слава Богу. Так, никого больше нет, ухожу.